Челябинский садовод Весной в период цветения для черешни очень важно, чтобы рядом находились сорта опылители. На участке у Владимира Павловича обязанности по опылению взяли на себя два сорта. В хорошие дни насекомых много, опыляются хорошо. Сорта опылителей для этих сортов здесь есть. Два из них, Тютчевка и Австуженка, практически опыляют все сорта. Австуженка вон вся стоит в цвету, значит все окружающие деревья будут опылены. Главное открытие этой весны у Владимира Павловича – это черешня на карликовом подвое. На юге растение достигает 12 метров. На такой высоте урожей собирать неудобно. Однако до сих пор карликовый подвой никто не сумел подобрать. Меня осенила мысль. У сверловчан есть карликовый сорт вишни «Гномик». Я добыл этот сорт и привил на него черешню. И получил черешню, вон черешня-бряночка. Вот она. Она уже цветет, она уже начинает плодоносить. Рост ее 160-170 сантиметров. На традиционном подвое в месте соединения на стволе образуется наплыв. Карликовый подвой пока не дает такого эффекта. По всей длине ствол без ощутимых перепадов.